Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. После небольшого перерыва мы возобновляем наши выпуски. Сегодня мы поговорим о продолжающемся саммите в Брюсселе, о сезоне отчетности в США, что сейчас происходит на рынках, ну и также обсудим те новости, которые готовятся к публикации на этой неделе. Ну а перед началом этого видео напомню, что если вам нравятся эти выпуски, особенно если вы по ним скучали, то не забудьте поставить лайк. Итак, начнем мы с саммита в Брюсселе, который был продлен с выходных, экстренный саммит, в который собрались лидеры стран и главная тема которой является это предоставление помощи европейским странам, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Главными камнями преткновения был вызван как раз вопрос безвозмездной помощи данным странам, главными оппозиционированиями данного предложения были представители Нидерландов и Австрии. Собственно, эти люди радеют больше всего, как они сообщили, о деньгах на углопотельщиков и не хотят раздавать деньги просто так. Ну, собственно, здесь сам пакет состоит на сумму порядка 750 миллиардов долларов, из которых 500 миллиардов планируется выдать как раз ключевым четырем странам. И, собственно, камнем преткновения стала та ситуация, при которой не хотят, чтобы МВФ превращался в машину по раздачам денег, а хотят, чтобы и страны что-то делали потом уже для того, чтобы эти деньги вернуть. Собственно, сейчас переговоры продолжаются и, как один из вариантов, это уменьшить сумму в 500 миллиардов до 450, выдать 50 миллиардов в виде кредитов, но пока не все страны на это соглашаются. Соответственно, сейчас переговоры продолжаются и сегодня в понедельник, но, скорее всего, эта новость будет под вниманием на финансовых рынках в первую очередь. Вот я тоже, посмотрев то, что не удалось пока договориться на выходных, открывал сделку в шорт по евро-доллару, открывал ее сегодня утром, прямо в тот момент, когда поступали первые котировки. И, собственно, сейчас мы видим то, что евро укрепился, возможно, поступил какой-то на текущий момент позитив, но сейчас евро выглядит несколько перекупленным, поэтому здесь я также дальнейшие варианты для шортов продолжу смотреть. Собственно, то, что еще стоит обратить внимание, то, к чему я, собственно, не смотрел практически целую неделю, это ситуация с коронавирусом и предлагаю начать как раз вот с этого момента, посмотреть, что происходит и что сейчас на рынке актуального. Ну, сейчас мы с вами видим 14,5 миллионов зараженных случаев, амплитуда распространения все также смотрит вверх и здесь, наверное, самая ключевая страна, которую я смотрю и которая имеет смысл смотреть с точки зрения реакции именно на финансовых рынках, это США, здесь уже почти 4 миллиона зараженных случаев. давайте посмотрим чуть ближе по дневным случаям и чтобы понять, как сейчас складывается ситуация. Ну, я вижу здесь, что был новый пик 16 июля, 77 тысяч и, собственно, сейчас пошло небольшое снижение на выходных, ну, как всегда, чуть меньше случаев, 63 и 61 тысяча случаев были в воскресенье. Но, тем не менее, пока ситуация здесь складывается не лучшим образом. Опять же, уже ряд штатов говорят о том, чтобы вновь ввести карантинные меры и продолжать следить за данной ситуацией. Хотя, с другой стороны, уже поступают и позитивные данные от компании Moderna, которая запустила следующий, ну, точнее, планирует уже запустить следующий этап тестирования вакцины. И пока, пока нет вакцины, конечно, финансовые рынки, они немного боятся того, что сейчас происходит. Мы видим, что индексы находятся практически на локальных максимумах, практически вернулись к тем значениям, которые были до марта, но пока не все обновили исторический максимум, как, например, NASDAQ. И сейчас рынок, он находится в таком выжидании. Я напомню, что сейчас продолжается сезон отчетов в США, и эта неделя будет крайне насыщенной. Выходит очень большое количество данных по доходным компаниям. То есть сегодня будет 46 компаний, завтра 80, 139, 22 числа, 172 компании читаются 23 числа и 45 компаний читаются в пятницу. Собственно, пока мы видим, что многие компании отчитываются хуже. То есть общая динамика, общий посыл состоит в том, что отчитывается хуже, чем ожидалось. То есть вот сейчас мы видим, что особенно те, кто торговал круизные компании. То есть здесь мы видим, что выходит данные хуже на 45% за второй квартал. Но какие-то компании также публикуют и гораздо более лучшие отчеты. Но пока общий фон, общая динамика сохраняется больше негативной, на мой взгляд. Но, безусловно, нужно смотреть уже по итогу. То есть еще несколько месяцев компания будет отчитываться, и мы за этим тоже будем пристально следить. Ну, в первую очередь здесь важно следить за теми компаниями, которые есть у вас в портфеле, следить за тем, как они отчитываются. Понятно, что сейчас важно находиться в акциях тех компаний, которые, наверное, в лучшей степени могут остановиться от коронавируса, которые вновь быстро смогут вернуть себе спрос, которые не сильно закредитованы и которые могут быстро реагировать на рынок. Собственно, за этим тоже будем следить. Если какие-то новости будут поступать интересные, я тоже буду говорить уже об этом на наших следующих трансляциях. На этой неделе из экономических событий, ну, на самом деле, не такое большое количество выходит. Понедельник здесь данных не публикуется сегодня. Во вторник выйдут данные по Канаде. Это розничные продажи. Здесь ожидается продолжение снижения. Тоже важный индикатор, который говорит о восстановлении экономики. Пока в Канаде здесь не все так гладко, как ожидается. Если показатели выйдут лучше, то, безусловно, позитив для Канады здесь будет. В среду будут опубликованы продажи на вторичном рынке жилья. В США здесь, соответственно, ожидается рост 4,2 миллиона против 3,9 миллиона в предыдущий отчетный период. Опять же, если показатель выйдет лучше или как ожидалось, то вряд ли рынок это воспримет сильным позитивом, так как все уже заложено в цене. Поэтому здесь тоже за этим показателем будем следить. Ну и пятница – это розничные продажи в Великобритании. Здесь ожидается восстановление с 12% в предыдущем отчетном периоде и до 13,8% соответственно за текущие. И продажи нового жилья в США. Здесь мы видим небольшое снижение. То есть тоже индикатор, который показывает, насколько люди готовы покупать себе недвижимость, новую недвижимость. И отражает в целом, как розничные покупатели в данном случае приобретают себе жилье и насколько они считают, что сейчас ситуация для этого оптимальная. Ну, а теперь давайте посмотрим по рынкам и что сейчас у нас интересного происходит. Ну, как я говорил, по евро сейчас под пристальным вниманием как раз саммит в Брюсселе, который происходит. Евро подобрался вплотную к отметкам максимальных значений, которые мы видели в марте. Мы видим, что евро пока на текущий момент довольно-таки перекуплен. То есть, безусловно, это не исключает продолжение восходящего движения. Но, по крайней мере, коррекция здесь могла бы произойти. Поэтому сейчас я также пристально следил за возможностью открытия коротких продаж. То есть, именно контртрендово именно сработает на данной коррекции. Собственно, сигнал на то, что евро пока не готов расти, они поступали в четверг и в пятницу. То есть, мы не смогли, во-первых, мы ушли ниже минимальных значений, которые были в среду и не смогли обновить локальный максимум. Поэтому на открытие сегодня рынка я поставил отложенный, ну, точнее, открыл сделку по рынку на продажу со стоп-лоссом за локальный максимум. Ну, а уже когда начались, точнее, продолжились переговоры, видимо, стали поступать уже позитивные данные и на несколько часов евро ушел в рост, обновили локальный максимум. Поэтому сейчас, пока продажи я не рассматриваю, сейчас я уже буду наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться дальше, ну и, собственно, о чем смогут договориться представители главных стран на сегодня и смогут ли вообще договориться. По британской валюте здесь ситуация выглядит пока восходящей. То есть, в принципе, мы здесь видим продолжение восходящего тренда. Сейчас торгуемся в области поддержки на 1.2538. В принципе, покупки здесь имеют смысл с целью до 1.2788. Если посмотреть локальный, именно часовой таймфрейм, фактически здесь сигналом к покупкам может быть ситуация закрепления выше максимальной значения пятницы, затем коррекция, затем можно, в принципе, присоединяться. Но здесь будет большой вопрос, насколько будет интересно, в принципе, точка для входа. Потому что здесь потенциал роста это 1.2669, но мы рассматриваем ближайшие значения, которые здесь мы видим. И в зависимости от того, насколько будет соотношение риск-прибыль, здесь уже стоит рассматривать именно покупки. Но стоп в данном случае, как и, в принципе, последних боковиках, которые мы видим несколько месяцев, я бы убирал уже за минимум 14 числа. То есть, вот последнее движение, которое здесь было, вот от него и нужно рассматривать уже возможности покупок. Тогда можно зайти более-менее комфортно. Ну, то есть, если британская валюта сразу же улетит наверх, да, в область 1.2688, вряд ли будет иметь смысл ее уже покупать. И нужно будет ждать тогда какие-то дальнейшие движения. Но в целом, в целом мы видим, что пока фунт держится и движется как раз по направлению на 1.2680 и 1.2758, как дальнейшая цель для движения. Немножко отстает он от евро. По паре американский доллар, канадский доллар здесь, ну, тут я бы не рассматривал ситуацию как в виде какого-то явно выраженного тренда. Сейчас, на мой взгляд, здесь больше боковик. Нижняя граница это 1.3492, верхняя граница находится на 1.3684. Сейчас мы торгуемся посередине. То есть, фактически вот середина данного канала. И эта ситуация не является интересной для открытия позиции, поэтому здесь я буду рассматривать, если уж будут формироваться продажи, то вблизи отметки 1.37, ну, а к покупкам я присмотрюсь на 1.3499, да, 1.35. То есть, вот здесь пока я беру паузу для того, чтобы посмотреть, куда же цена все-таки двинется. Пока здесь считаю, что входить в покупки, ну, или продажи довольно-таки рискованное занятие. По паре американский доллар, японская иена здесь тоже мы видим большую ситуацию, похожую на боковик. То есть, особенно вот весь, практически последние 2 недели мы торговались довольно-таки вялой амплитудой. Рынки ждут и отчетов, и о том, что же будет делать, например, ФРС для поддержания, для предоставления каких-то дополнительных стимулирующих мер, чтобы все-таки опять подогреть экономику, то есть залить опять все деньгами. Но вот пока рынок не может определиться с тем, куда же ему двигаться. Ну, вот в Альтеричи от евро, там тренд, он все-таки неплохой. Поэтому здесь тоже мы находимся практически в середине тоже этого боковика, поэтому пока здесь позиции открывать я не буду. То есть, интересно рассмотреть покупки, опять же, где-то в области 106.60, ну, а возможности продаж уже где-то на 108.24. То есть, вот приход в эту область уже даст возможность дальше рассматривать идеи именно по трейдингу, по данным валютам. Пара австралийский доллар, американский доллар также подобралась довольно-таки близко к локальным максимумам. Здесь я уже пробовал открывать короткие сделки, но вот сейчас, спустя неделю моего, скажем так, не следения за рынком, да, практически неделю, то есть я сейчас вижу, что ситуация фактически не поменялась. То есть мы также находимся довольно-таки высоко. То есть область 70-20 выглядит довольно-таки неплохо для продаж. Особенно если мы еще уйдем чуть выше, например, перепишем локальный максимум прошлого месяца. И тогда тоже будет интересно рассмотреть продажи по данным инструментам. Ну а сейчас в целом мы видим, что тренд сохраняется восходящий, но небольшое замедляние, безусловно, в этом присутствует. То есть мы проделали, точнее австралийцы проделали огромный путь роста практически на 27% за последние месяцы, начиная с марта. Поэтому сейчас ситуация как раз на продажу здесь может выйти как раз очень интересно. Поэтому продолжаем здесь следить за австралийцем и уже смотреть локальные вещи, которые здесь будут формироваться. Но пока локальный максимум, который был 15-го числа сформирован, его не обновили. Пока австралийцы здесь корректируются, но в целом здесь мы тоже еще одну волну роста можем увидеть. И после этого уже заходить в продажи. По новозеландцу ситуация тоже похожа. Новозеландец тоже торгуется довольно-таки близко к локальным максимуму, то есть к максимуму, который мы видели в прошлом месяце. И видим, что не могут покупатели продавить дальше. То есть сейчас цена, практически мы видим вот этот боковик всю неделю, особенно если посмотреть часовой таймфрейм. То есть вот это движение, которое здесь мы с вами видим, это перебрасывание мячика из рук в руки. То продавцы сильнее, то покупатель сильнее. Пока общего тренда, общего направления здесь мы выделить не можем. Поэтому сейчас пока рынок здесь замер в ожидании. Опять же ситуация с ложным пробоем. Здесь может появиться довольно-таки интересный. И после этого будет также иметь смысл рассмотреть, например, продажи в этом случае. Ну а покупки уже искать чуть ниже. То есть там где-то на 64.26. То есть после того, как цена даст какую-то волну коррекции, после этого уже будет иметь смысл в нее заходить. А золото тоже выглядит немножко не вне рынка. То есть, собственно, сейчас мы видим, вот тоже, я сразу же открыл часовой таймфрейм. Да, мы торгуемся по локальным максимумам. То есть фактически уже была взята отметка 1817 долларов за тройку унцу. Но вот этот боковик, он все-таки продолжается уже тоже несколько недель. И пока рынки не могут определиться, что же им ждать. Вновь продолжать инвестировать в более рискованные активы, как в акции. Или все-таки уходить в активы убежища, как американский доллар или, например, золото. А пока здесь, опять же, покупать довольно-таки, на мой взгляд, не совсем разумно, так как мы находимся уже на локальных максимумах. То есть золото явно перекуплено. Имеет смысл делать это после коррекции. Если все будет коррекция на 2-3-5%, то тогда при появлении дополнительных сигналов продолжения роста уже, на мой взгляд, будет иметь смысл в эти активы заходить. По индексам тоже ситуация довольно-таки интересная. Сейчас DAX торгуется на локальных максимумах. Как раз здесь мы видели обновление максимальных значений, которые мы видели в прошлом месяце, но не смогли закрепиться. То есть фактически сейчас мы видим здесь ложный пробой. Ну а дальше уже нужно смотреть, насколько эта ситуация будет, в принципе, оптимальной. Потому что по DAX я бы тоже здесь рассмотрел как раз шорты на фоне того негатива, который может все-таки вылиться и на еврозону, и, соответственно, на США. Сейчас ситуация на дневном таймфрейме выглядит довольно-таки интересно. Сейчас цена пытается торговаться ниже минимальной значения пятницы, что фактически говорит о том, что фондовые индексы пока не готовы к продолжению роста. То есть есть, по крайней мере, некоторые опасения. И если DAX сможет закрепиться ниже минимальной значения пятницы, то здесь я бы для себя тоже шорты рассмотрел. Но, скорее всего, с коротким стопом, если будет возврат максимально близко к максимальным уровням последних нескольких торговых сессий. То есть здесь пока сигнала на продажу нет. Здесь я продолжу наблюдать и уже эту ситуацию будем разбирать дальше. По S&P ситуация тоже выглядит довольно-таки интересно. После начала сезона отчетов здесь, опять же, ярко выраженного направления движения мы не видим. В общем, особенно прошлую неделю мы торговались явно в таком боковике. То есть общий настрой, в принципе, да, пока предпосылки к росту сохраняются. Но вот отметку 3239, а именно уровень максимальной значения, который мы видели в прошлом месяце, пока преодолеть крайне сложно. И вполне вероятно, что коррекция здесь произойдет. Не факт, конечно, что это будет какая-то вторая волна коррекции или что-то будет больше 70%, то, собственно, здесь вот коррекцию как раз на 5-7-10% здесь мы можем ожидать. И после этого уже продолжать закупаться акциями, продолжать покупать индекс. Конечно, если мы не уйдем ниже уровня 3000. Потому что если рынки вдруг поймут, что не так все гладко, не так все хорошо в компаниях, которые подают свои отчеты, то, собственно, сейчас вот эта еще одна волна коррекции может быть существенной. То есть фактически весь позитив отыгрывали в предыдущий квартал, но вот сейчас предстоит расклебывать все то, что происходило. Поэтому по S&P тоже ждем. Бренд. Общая динамика восходящая здесь у нас сохраняется, хотя и не так активно, как мы росли после обвала, который мы видели в марте-апреле. Но, тем не менее, нефть восстанавливается, не так активно, собственно, но продолжает восстанавливаться. По CFD на нефть марки Бренд. Сейчас мы видим цену торговли порядка 42. Ну, собственно, здесь пока продажи искать, мне кажется, возможно, но нужно здесь быть крайне аккуратным. То есть фактически в пятницу здесь появился сигнал на продажи. В пятницу мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в четверг. Опять же, это был локальный максимум. То есть мы не смогли удержаться выше максимальных значений 6 июля. И вот сейчас с этих уровней, в принципе, может начаться и нисходящее движение. Но по нефти шортов я пока открывать не буду. Ну вот такая ситуация к текущему часу, к понедельнику. Поэтому на сегодня будем прощаться. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Ваши вопросы, которые появились у вас в ходе данного видео, оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Я их также всех разбираю и на них отвечаю. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание и до свидания.